Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Три раза в году в Православной Церкви устраиваются торжественные богослужения, в конце которых торжественно возлагается на середине храма Животворящий Крест для его лобызания и поклонения. Это, например, праздник так называемого изнесения честных древ Животворящего Креста в первый день Успенского Поста в конце лета. Затем это, конечно, праздник воздвижения честного Животворящего Креста. И, наконец, это сегодняшняя неделя Крестопоклонная. Происхождение, которое исторически ведет от перенесения части честных древ Креста из Апамеи Сирийской в Иерусалим. В IV веке подножие Креста, так сказать, его часть попала туда, в Апамею Сирийскую, а где-то 200 с лишним лет спустя, в VI веке при императоре Иустине II, эта часть была снова перенесена в Иерусалим из Апамеи. И этот день одно время имел постоянную дату, как раз где-то весной в марте или в начале апреля, сейчас точно неизвестно, но поскольку он мог выпадать в будний день, когда литургии не принято было совершать, то и приурочили это впоследствии поклонение честному Кресту в честь перенесения этих древ Креста на середину Великого Поста. Понятно, что вот само поклонение Кресту в середине, в срединной неделе Великого Поста, если считать от начала Великого Поста, то завтрашний день будет половина от Четыридесятницы, а если считать общие постные дни, включая Страстную Седмицу, то сама предстоящая Седмица будет срединная, и среда Крестопоклонная будет ровно середина всего постного пути. И естественно, что в самом течении Поста тоже происходит некоторый перелом в тональности, ибо всю вторую половину и евангельские чтения, и церковные песнопения будут напоминать нам о приближающихся страданиях Христа. И, в общем, конечно, сам Крест, по аналогии с иконами разными, он также почитается, как и почитаются иконы, и более того, Крест — это своего рода икона крайнего божественного смирения и крайней божественной любви одновременно, потому что это высший пункт, как говорят богословы, кинозиса божественного, то есть самоуничижения и самоопустошения. Высший пункт смирения, такого, какой люди вообще не могли себе представить, что богочеловек подвергается позорной, унизительной и мучительной казни, и более того, во второзаконии, например, в одной из библейских книг ясно говорится, что проклят всяк повешенный на дереве. И, соответственно, Иисус на Кресте принимает на Себя проклятие всего человечества, проклятие, которому подвергается самый последний преступник, подвергался в то время, через эту унизительную и мучительную казнь. И вот в одном из песнопений сегодняшней службы как раз об этом будет так говориться, об этом уничижении, полнейшем опустошении божественным. «В сей день неприступный по существу доступным не становится и терпит страдания, освобождающий меня от страстей, подающий свет слепым оплевывается беззаконными устами, из-за пленников подставляет спину ранам». Это одно из таких песнопений, которое будет звучать как раз во время поклонения Кресту в скором уже времени, в конце сегодняшнего богослужения. Иногда кажется, что почитание Креста чрезмерно выражается, например, в таких молитвах или песнопениях, когда ко Кресту обращаются как к одушевленному предмету и даже обращаются к Нему с такими словами «Радуйся, живоносный кресть!» «Благочестие, непобедимая победа, дверь райская, верных утверждений, церкви ограждений» и так далее. «Радуйся, живоносный крест». Это, конечно, не вероучительное утверждение, ни в коем случае. Это даже не молитва, это в чистом виде поэзия. Это поэтическая гипербола. Понятное дело, что орудие казни не может радоваться, но, видимо, церковные поэты прошлого так посчитали, потому что крест из орудия страдания, из орудия унижения, из орудия пытки преображен страданиями Христа и сделался знак любви, знак смирения божественного и одновременно победы. Потому что крест означает будущее воскресение. И само воскресение Иисуса Христа немыслимо без креста. Одно предполагает другое. Как бы две стороны одной и той же медали. Вот другое песнопение тоже будет об этом же свидетельствовать. Днесь владыка твари и Господь славы на кресте пригвождается и в ребра промодается. Желчи и уксусов кушает сладость церковная. Венцом от терния облагается, покрывающей небо облаками. Одеждою облачается поругание и заушается бренной рукою, рукою создавшей человека. По спине удаляется одевающей небо облаками. Заплевание и раны приемлет, поношение и заушение. И все терпит меня ради осужденного, Избавитель мой и Бог. Да спасет мир от заблуждения, как милосердный. Вот такой парадокс креста, такой парадокс самих страданий Бога человека. И церковь еще предлагает, опять-таки, поклонение кресту на середине великопостного пути, потому что, чтобы нам дополнительно придать помощь, силу, силу креста, как мы тоже обращаемся, сохрани нас Господи, помоги нам. И более того, как церковь тоже воспевает, крест, хранитель всей вселенной, крест красота церкви, крест верных утверждений, ангелов славы и демонов язва. Поскольку мы в течение постного пути можем подвергаться этим самым демонским атакам, то, естественно, обращаемся ко кресту, вот как к демону, демонов язве, чтобы действительно он нам дополнительные силы предал в этом Великопостном пути, чтобы меньше мы были подвержены этим самым атакам темных сил. Но, конечно, повторяю, вторая часть Великопостного пути напоминает нам все больше и больше о страданиях Христа, которые мы будем также вспоминать, к которым обращаться будем, и последующее за ними воскресение. Аминь.